Что вы сделали не так? Вы, наверное, слишком активно ему всё это пропагандировали, представляли. Это пугает людей в конечном счёте. Это обычная классическая ошибка. Потому что можно пропагандировать какие-то фильмы людям, они будут смотреть, но когда дело касается духовной жизни, это очень страшно. Духовная жизнь — это то, что меняет сильно судьбу, люди боятся этого. Поэтому вы можете всё, что угодно, какой-то новый фрукт человеку рекламировать, но если вы ему рекламируете не есть мясо, то он сразу будет в шоке. Ну то есть, понимаете, всё, что меняет судьбу, это вызывает очень сильный протест и вызывает страх в сердце. Поэтому нужно очень... Вы просто поймите одну вещь. У вас сейчас действует плохая судьба, она будет гасить вашу семью. Если бы вы не молились, у вас бы уже не было мужа. Это бы произошло полтора месяца назад уже. То есть, была бы другая причина, но причина бы обязательно была. Сейчас так действует судьба, что она разрушает вашу семью, основательно разрушает. Но вы справляетесь с этим, и у вас обязательно всё сохранится просто... Но всё, что я вам сказал, это вкратце. Жизни гораздо глубже и больше. Никогда не позволяйте себя унижать. Это касается всех людей на земле. Если ты добр к человеку, это не означает, что ты должен прогибаться. Доброта — это твой выбор. Но никто не имеет права нас унижать. Если человек меня унижает, я должен немедленно дистанцироваться от него, не строить с ним близкие отношения. Потому что если кто-то, допустим, в автобусе мне скажет про мой нос, очки, лысину, ещё что-нибудь, и скажет, допустим, не очень хорошо, то мне всё равно, потому что это для меня чужой человек. Ну, то есть я его не знаю, и это его выбор, как воспринимать предметы моего тела. Но если это скажет то же самое близкий человек, это уже больно, понимаете? Но в этом случае ты тоже можешь вовремя дистанцироваться и не обращать внимания. По факту мы ждём всегда адекватности от всех. В этом мире мы ждём адекватности, да? Но мы не понимаем одну простую вещь. В этом мире люди, каждый живёт на своей волне, понимаете? И настолько это сильно выражено, что иногда это вызывает шок. Семья у одного своего наставника спросил, как мне всегда сохранять равновесие? И он мне сразу ответил, говорит, если хочешь всегда сохранять равновесие, ничему не удивляйся. Ну, то есть будь готов к любому варианту реакции на тебя со стороны окружающих людей. Ну, то есть будь готов, не удивляйся. Если, допустим, ты увидишь, что вроде бы близкий человек ведёт себя непонятно как, не удивляйся. И тогда ты будешь всегда сохранять отношения. Но вы удивляетесь, понимаете? Вы удивляетесь, вы обижаетесь, вы реагируете. В этом отсутствие мудрости, потому что все люди ограничены в восприятии того, что в этом мире происходит. Вы, допустим, начали слушать лекции, ваше сознание начало быстро меняться. Вы сами этого не замечаете, но вы уже другая, не та, которая была раньше, понимаете? И он видит вас так же, как вы были раньше. Он не увидел этих изменений, потому что это очень сложно увидеть. И поэтому он злится, ему не нравится всё, что происходит. И надо отдать ему на это право. Он имеет право на свою жизнь, на своё восприятие, по-доброму относиться ко всему. Но при этом, если он вас унижает, нужна дистанция. Дистанция означает давать возможность человеку думать, как он хочет. Не реагировать, не обращать внимания, потому что вы же хотите, чтобы он вас понял, а вот это и есть проблема. Не надо ждать понимания. Понимание приходит в результате доброты. Вот, допустим, если я к кому-то по-доброму отношусь, приходит время, и этот человек меня начинает понимать. Приходит время, то есть нужно время. Особенно это, если близкий человек. И если вы по-доброму и спокойно будете себя вести, не унижаясь. Унижение означает, что вы слишком приблизились и слишком много ждали в отношении. Вы ничего не ждите, не приближайтесь. Но служите, по-доброму ведите себя, заботьтесь, пишите добрые слова, не ожидая ничего взамен. И тогда вам станет легче, и вы будете контролировать ситуацию. Этот человек не собирается вас бросать. Он просто вас пытается воспитывать сейчас силой. Но если он увидит, что ничего не получается, он будет выбирать другие какие-то способы. Но при этом не надо пытаться ему ничего доказать. Живите спокойно, своими правилами. Придет время, и он поймет, что вы ничего плохого не делаете. Но ваше желание сейчас разрушить семью неправильное. Оно диктуется злой судьбой. Не надо идти на поводу этого желания. И думать, что вы достойны большего в жизни. Это неправильное мышление просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!